Что же здесь от химера-то в этой химере? Ничего себе, чё ж там должно быть. Очень эффектно. Не моё. Привет, красотки и красавцы! С наступившим вас новым 2023 годом! Наконец-то мы в нём с вами встретились. Я думала, что год начнётся с видео о фаворитах или фаворитах и разочарованиях 2022. Как выяснилось, я не сняла подобное видео в конце года. Но такое видео требует времени на подготовку, на собраться с мыслями, что очень сложно сделать сразу после длинных новогодних праздников. Такое видео обязательно будет в ближайшем будущем. Я просто побоялась, что какие-нибудь фавориты не вспомню, о чём потом буду жалеть. Так что, наверное, надеюсь, что хотя бы на следующей неделе такое видео выйдет. А сегодня будет, наконец-таки, обзор на палетку Химера Инфлюенс Бьюти. Я вам уже говорила в телеграм-канале, здесь, наверное, не говорила, что купила её в прошлом, получается, в прошлогоднем декабре. Но обзор не сняла, потому что перед Новым годом нужно было снять много чего другого, например, новогодний макияж для Бусти. Так а вот, сегодня будет обзор на эту палетку. Также посмотрим с вами, что ещё в этой самой коллекции Химера Инфлюенс Бьюти. Сделаем пару макияжей, в общем, сами посмотрите, как что наносится, тушуются, какие особенности. В конце скажу, стоит ли, на мой взгляд, эта палетка вашего внимания или нет. Но сразу скажу, что не очень поняла, почему она так называется. И не очень поняла, что же в ней такого особенного. А нашла ли я там что-то особенное в итоге или нет, вы узнаете попозже из этого видео. Больше ничего из этой коллекции я не купила, сейчас расскажу, почему на свотче сделала в магазине того, что там можно было посвотчить. Желаю вам приятного просмотра, спасайтесь чем-то вкусненьким. Не забывайте подписываться на мой YouTube, если ещё этого не сделали, чтобы мы с вами не потерялись. Также напоминаю, что у меня есть Telegram-канал, где мы с вами ежедневно общаемся, а также Boosty, где выходит дополнительный контент для спонсоров. Ну и группа ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Рутуб. Подписывайтесь обязательно везде, потому что если когда-то что-то случится с YouTube, то как же мы с вами найдёмся на российских площадках, на которых поисковик не работает от слова совсем. Поэтому лучше перейти по ссылкам в описании и подписаться. Мне будет очень приятно. Ну что, первым делом предлагаю вам посмотреть на всю эту коллекцию и вспомнить, что же значит вообще Химера. Химера – это гибрид чего-то с чем-то. Я помню, смотрела году в 2009, по-моему, вышел фильм Химера. На тот момент, наверное, сейчас подозреваю, что это был такой вот необычный фильм, достаточно современный по тем временам. Сейчас ценить его не могу, пересматривать не хочу, но у меня Химера, когда я слышу это слово, ассоциируется именно с тем животным. Вот, поэтому когда я увидела, что у Influence вышла коллекция Химера, я подумала, ничего себе, что ж там должно быть. Ну и вот, что там есть. Во-первых, очень скучная, честно говоря, палетка. Никого не хочу обидеть. Это мой субъективный взгляд. Очень скучная палетка, в которой нет ничего интересного. Это просто нюдовая, и спасибо, что холодная, это хоть какая-то, ну, хоть какая-то ее особенность. Холодная палетка, в которой одно лишь, грубо говоря, яркое пятно, и это зеленый дуахром. Подобные были уже год с 2015-16 во всевозможных брендах, и бюджетных, и дорогих, и всяческих разных. Бюджетных ничего такого особенного, на мой взгляд, в этой палетке не придумали. И я полистала ленту бренда и ВКонтакте, и где-то там еще. Мне было интересно, что же здесь от Химера-то в этой Химере. И, как я поняла, потому как ее позиционируют, это то, что палетку эту можно использовать не только на глазах, но и на лице. Как использовать вот такой оттенок на лице, я не знаю, потому что он слишком темный, наверное, для определенного цвета кожи. Можно было бы в качестве скульптора, наверное, использовать, но это смогут сделать не все, не потому что не умеют, а потому что оттенок такой не универсальный. А позиционируют ее еще и как супер универсальную, да, пока не забыла, видела там какой-то тест на Химеризацию. Типа ты заходишь в приложение или на сайт, там проходишь, лицо свое подставляешь или там фотку загружаешь. Тебе говорят, насколько тебе подходит коллекция Химеры. И, конечно же, все, кто там блогеры или кто, не помню, я у них в Акаунте видела, кого приглашали на презентацию, или как это назвать, не знаю, всех по очереди приглашали этой коллекции. Конечно же, все прошли этот тест, и коллекция всем идеально подошла, вне зависимости от того, какого оттенка кожи у человека, какая у него вообще внешность, холодный он, теплый и так далее. Вот такая вот универсальная палетка, и, в общем, коллекция, которая подходит абсолютно всем. Никогда такого не было, и вот опять. Вот этот оттенок тоже не всем подойдет, потому что, как видите, он очень светлый. И дальше я буду делать макияж, и вы увидите, насколько он светлый. Настолько, что, ну, он совпадает с цветом моей кожи на неподвижном веке. Прям вот практически один в один его там не видно. Соответственно, как я им сделаю какое-то скульптурирование? Никак. То есть вот эти два оттенка 100% не универсальны. Конечно, вот такой длинный рефил еще есть, который можно использовать в качестве теней или хайлайтера. Чуть позже вы увидите, как это происходит. Все остальное, ну, мне кажется, сомнительно как-то наносить на лицо, и тем более набирать на какую-то большую кисть для лица. Коллекция эта позиционируется как лимитка, но пока она везде есть. Появилась коллекция где-то, по-моему, в середине ноября, если ничего не путаю, но не во всех городах. То есть где-то она уже начала продаваться, где-то не начала. В данный момент ее можно приобрести в большинстве сетевых косметических магазинах. Я лично покупала в подружке. И вот цена везде отличается. У меня вместе со всеми скидками, которые там, ну, по карте стандартные есть, вышла она 700 или 800 рублей. Где-то, ну, до 800 рублей. На официальном сайте бренда она там стоит то ли 1200, то ли 1300. С чем-то, в общем, цена отличается. Я обязательно оставлю ссылки в описании на палетку, на все места, где она в данный момент продается. Потому что, может, действительно она лимитка и скоро исчезнет из продажи. А вам очень понравится. А вдруг, чтобы вы не искали, что там где-то. Я вам подскажу. Но в Магнит Косметик я заходила несколько раз и до сих пор там не встретила пока эту коллекцию. Не знаю, будет она там или нет. Если вы видели, напишите, пожалуйста. Может быть, просто до моих, моих личных, собственных, персональных магнит-косметиков эта коллекция не доехала. Далее, что я смогла пощупать, на что смогла сделать сводчи, потому что были на что-то тестеры, но на что-то их не было в подружке. Во-первых, это хайлайтер, который стоит, опять же, везде по-разному. Давайте я буду ориентироваться на официальный сайт Influence Beauty, чтобы в данный момент не лазить по всем сайтам. Но вроде как на Influence Beauty, на Influence Me, точнее, там как-то цены подороже. 813 рублей он стоит. Ну, внешний вид у него, конечно, необычный. И такая консистенция, которой никогда ни у кого не было, даже у Худэ Бьюти таких теней никогда не было. И никто никогда в жизни не повторял за ней такого. Ну, в общем, консистенция-то на гибрид смахивает. Какая-то прозрачная жижа, в которой розоватые и какие-то перламутровые, золотистые включения. Когда это дело набираешь, но все пальцем смешивается, ожидаешь, что будет какая-то, ну, такая кремовая формула хайлайтера. На самом деле, когда переносишь на руку, странным образом оказывается, что консистенция такая, даже какая-то немного суховатая. Вот это мне понравилось, потому что всякие жирные какие-то хайлайтеры я не очень люблю. В оттенке ничего особенного я не увидела. Обычный шампань. Оттенок, каких много в разных брендах, и я не стала покупать, потому что я понимаю, что сниму обзор, расскажу вам абсолютно то же самое. И он у меня будет валяться, потому что вот мне подобные текстуры сложновато тушевать, они мне не слишком сильно нравятся. Я предпочитаю больше сухой формат хайлайтеров. Следующее, вот то, что вы наблюдаете на этих сводчах, наверху две полоски, это карандаши для губ, хотя могло бы показаться, что это карандаши для бровей, но нет, они для губ. Два оттенка всего. Стоят они по 438 рублей, ну, во всех сетках по-разному, во всех магазинах по-разному. Холодные оба оттенка, для моих, по крайней мере, губ, я такое не ношу, будет впечатление, что не буду говорить, на что это похоже, на что-то не очень эстетичное и приятное. Поэтому, ну, а зачем? А ниже под ними сводча у меня помады-бальзама для губ, которых, на самом деле, существует 4 оттенка, но в подружке, которой я была, было всего 2 тестера. Это первый и второй оттенок, третьего и четвертого не было. Стоят они по 625 рублей, и я не знаю, насколько понятно на сводчах, на этих, но живьем было понятно все просто на 100%, что такое я не люблю, поэтому не стала покупать. Потому что, это, знаете, такого плана бальзамы, которые через 3 минуты утекают дальше контура губ. Грубо говоря, ведут себя как блески некоторые для губ, то есть их не поймаешь. Да, они красиво блестят, смотрите, они как блески для губ смотрятся. Да, оттенки классные, универсальные, но я предпочитаю бальзамы, которые не утекают никуда, а здесь, знаете, такое ощущение, что еще когда вот до теплой кожи дотрагивается этот бальзам, он начинает сразу разжижаться еще как-то. Ну, не знаю, мне прям консультант прям так рассказывал, как они все хотят попробовать этот бальзам. Ну, я думаю, что они хотели просто его продать. Я не поддалась на уговоры, потому что не мое. Больше тестеров никаких не было, но в коллекции еще есть тушь для ресниц за 750 рублей, которая позиционируется... Ну, в общем, она с силиконовой щеткой, и обещают нам эффект невероятно густых ресниц. Я предпочитаю все-таки удлиняющие туши, и вот объемные, которые просто объемные, мне обычно не очень подходят, поэтому я не стала ее покупать. Недавно, кстати, попробовала тушь объемную из-за календаря Vivienne Sabo, и это просто кошмар. Я вот сейчас Олиной продолжаю пользоваться, которая мне здорово удлиняет ресницы. У меня тут повыпадали ресницы обновления. Время обновления настало. И получается, Олина тушь мне удлиняет, и у меня хоть какие-то ресницы видно. А они выглядят сами по себе, у меня изначально без тушь, как обрубки сейчас, особенно вот на этом глазу. А той объемной я накрасила, и это просто какой-то кошмар. Вот эта вот длина их маленькая, коротенькая, она только подчеркнулась. Да, они стали как бы выглядеть пушистей, но настолько короткие, просто пеньки, что кошмар. Так что вот та самая, да где она у меня есть-то? Тушь Femme Fatale False Lashes, она увеличивает только объем, на мой взгляд, субъективный, и мне она не подошла от слова совсем. Но, наверное, тем, кто любит именно объем, она нравится. Это не я. Поэтому и Influence я не стала покупать. И еще можно приобрести в этой коллекции двухфазное масло для губ, которое... Ну, подобное масло уже существовало у Influence достаточно продолжительное время, и то, и это новое всегда выглядело как гибрид. Ну, такая колба, в которой что-то плавает. Две каких-то жидкости, или даже не две, которые перемешиваются, не перемешиваются. Ну, интересная штука такая, с виду два оттенка новых появилось. Двухфазного этого масла для губ по 625 рублей. Гипнотизирующее двухфазное масло для губ химера. Прошло гибридизацию. Ваша любимая формула теперь с сияющими частицами. Вот что в ней, но в нем, в этом масле. Ну, а теперь давайте уже переходить к макияжам и изучению палетки химеры. Выяснять, нужна она вам или нет. Напишите обязательно в комментариях, пробовали или нет. Вы ее или что-то еще из этой коллекции, и как оно вам. Я видела, что мне писали в телеграм по поводу палетки, что вообще как бы непонятно. Я разобралась, мне кажется. Не знаю, поможет это вам или нет, но надеюсь, что да. Приятного просмотра еще раз. На глазах у меня уже тон в качестве подложки, скажем так. Я уже тон везде нанесла, веки не припудривала, поэтому он у меня немного скатался. Я это распрямляю пальчиком и перехожу к макияжу. Теплого растушевочного здесь нет. Возьму какой-нибудь, ну давайте, например, вот такой оттенок. Хотя можно и этот использовать. Оттенок прям такой совсем нейтральный, совсем в кожу. Отлично для растушевки. На нижнее веко тоже сразу наношу и этот же оттенок. Вот он такой, знаете, незаметный прям какой-то. Даже не поймешь, где пудра, а где он начинается. Далее беру затемняющий. И это будет темный коричневый, который на свотчах как-то странным образом пятнисто ложился. И мне пришлось несколько раз его распределить пальцем, прежде чем он лег как-то более-менее равномерно. Поэтому я немного его побаиваюсь, что сейчас будет у нас затемнением складки. Сначала на внешний уголок наношу, как бы вбиваю. Я сейчас параллельно снимаю видео на новой кисти. Ну, новой для меня кисти Бейли. И, возможно, дело в кисти, но что-то как-то не хочет тушеваться оттенок. Давайте я лучше возьму ту кисть, которую использую обычно. Тоже Бейли, 26 номер. Два видео подряд одно и то же вы будете периодически слышать. И ей у меня всегда все тени, ну, если они не прям ужасны, хорошо наносятся, хорошо тушуются. Она прям, ну, она из козы. И идеально для того, чтобы наносить сразу тушевать тени. Форма, размер ее меня полностью для этих целей всех устраивает. И вот пытаюсь ею подправить, что у меня получилось. Но хочу сказать, что тушуются эти тени. Вот коричневый этот оттенок. Так себе. Нелегко. Надо делать это аккуратно. И еще надо иметь под рукой определенного размера формы кисти, иначе тушевка может не получиться совсем. Даже этой кистью, которая все хорошо тушуется, как-то плохо идет и пятнит. Мне это не нравится, конечно же. Что это такое? Ну, в общем, справиться с этими тенями возможно, особенно при наличии правильных кистей. Но это потребует времени. Не самые легкие в тушевке тени могут пятнить. Хотя, видите, пигментация хорошая. Но вот что странно, несмотря на то, что тени вроде как плотно ложатся, и пигментация у них хорошая, я вижу уже, хотя времени прошло там минута, может быть, с нанесения, я уже вижу, что местами тени начинают исчезать, и еще больше выглядеть пятнисто. А сейчас пальцем буду наносить вот этот очень симпатичный оттенок. Пальцем он будет ложиться интенсивнее. Я, конечно, сравнила его с Джеффри Стар, но он, конечно, проигрывает. Все-таки это не до металлик, но пересатин. Уже не сатин, но еще не металлик. Такое, что-то средненькое. Если его наносить на какие-то спецсредства, в том числе для усиления эффекта, цвета, который использует тот же Супербон, то он будет интенсивным и более металличным. Сам по себе же он очень такой нейтральный, и я вот наношу пальцем, а он весь не переносится на веко, и большая часть остается на пальцы. Так что он не выглядит каким-то супер блестящим, хотя на первый взгляд можно так подумать, каким-то спаркловым. Это просто такой вот симпатичный, нейтральный и по оттенку, и по финишу сатинчик с небольшим металлическим отблеском, но не дотягивающий до металлика, уж тем более спаркла. Но оттенок очень благородный, и на каждый день вот смоки, например, если подобные делать, мне кажется, будет уместен везде. Дорогой, недешевый и холодненький, что большая редкость, особенно в бюджетных брендах. Но я в него, естественно, не влюбилась, потому что у меня есть в Cremated с более интересным финишем, и сам оттенок там интереснее. У меня есть кремовые тени Victoria Beckham, который в оттенке Mink, который офигительно смотрится на веки, который я, кстати, могу сравнить с Jeffrey Star, но вот с этим оттенком не могу. По сравнению с Victoria Beckham он простой. Честно, признаюсь, я ждала большего. Уж никак я не ждала, что если наносить пальцем, то придется 100-500 раз наслаивать оттенок сам на себя, чтобы был какой-то, ну, чтобы он оставался, чтобы пигментация была, и не ожидала, что он в таком количестве останется на пальце. Соответственно, если вы любите наносить кистью подобные, ну, в общем, шиммеры, то, чтобы вы понимали, будет еще бледнее, и придется очень много наславить. Я не уверена, что случится вот даже такой эффект. Ну, конечно, если у вас есть Super Bond, то будет все посимпатичнее. Я не стала его использовать, вот чтобы вы увидели, как все в чистом виде, без каких-то там супер-средств выглядит. И что меня расстраивает, это то, что это самый искристый оттенок в палетке. Вот, видно прям, что у него финиш металличнее, чем у всех остальных. То есть все остальные будут в плане финиша еще грустнее. И следующим буду использовать вот этот холодненький, который нанесу во внутренний уголок и, возможно, на нижний век. Вот. Без Super Bond вот такая бледнота, хотя кисть плоская, она интенсивно наносит. Наслаиваю. И от наслаивание получается финиш достаточно эффектный. В общем-то, окей, не буду ругаться. Не вау, но у нас с вами вау тут не было и в предыдущем оттенке, так что окей. Окей, на каждый день вообще отлично. Я бы такой мейк на каждый день носил. Конечно, шиммерет симпатично выглядит во внутреннем уголке, но спустя совсем немного времени он куда-то улетучился и побледнел. Я не говорю, что это прям супер плохо, что это там критично. Для кого-то нет. Для меня на самом деле да. Просто уведомляю вас, чтобы имели в виду. Кому-то такое нравится, кому-то не нравится. Вот такой макияж у меня в итоге получился. В общем и целое, мне нравится, как выглядит макияж глаз, да и полностью мейк. Повторюсь, нет здесь каких-то вау-финишей, но не всем они нужны. Для меня это мейк повседневный, для кого-то он вечерний, на праздник, и такой прям смоки-присмоки. У всех разные вкусы и предпочтения. Но всем нужно иметь в виду, что темный коричневый тушуется не так уж легко, что можно им наставить пятен. Особенно если у вас нет натуральных кистей, вы тушуете синтетическими. Не всегда получится растушевать. Все прям отлично. Также нужно не забывать, что этот красивый коричневый шиммер плотно ложится при наслаивании, даже если вы орудуете пальцем. Оттенок, который во внутреннем уголке, имеет свойство бледнеть и подисчезать. Ну в общем и целом, вот если бы я не знала таких подробностей, я бы сказала, что вау, классные, красивые тени. Следующий мейк хочу сделать с зеленым шиммером, дуахромным. В качестве подложки у меня уже нанесен на веки, как и на все лицо, в общем-то, BB. А вот этот, Ева Мозаиковский. И веки не припудрены. Здесь растушевочным будет вот этот серенький, или серо-коричневенький. Видите, его лучше видно на веки, потому что он чуть потемнее, чем тот, который был в предыдущем. Легко наносится, тушуется. Вот с растушевочными здесь все хорошо. И на нижний век его наношу. Красивый, легкий в использовании, хорошо тушующийся оттенок. Вот эти два мне понравились по всем параметрам. И, в общем-то, ежедневный мейк можно сделать с ним. Можно еще наслоить, и чуть он будет темнее, и таким образом немного затемнить складку. То есть для ежедневного нюдика самое то. Затемнять складку буду вот этим темно-сером, или темно-серо-коричневым, ну, чтобы показать вам, как он работает. Можно было бы и предыдущий коричневый использовать. Я его сначала на внешний уголок вбиваю. Напоминаю вам, что у меня тут биби очень легкий, который не припудрен. Я его периодически вот так пальчиком разравниваю. Вот этот оттенок легче наносит, легче растягивается, тушуется, и меньше вероятность наставить им пятен, потому что он гораздо легче в этом плане в использовании. Прям могу это сказать вам с первых же взмахов кистью. Но, вместе с тем, если вблизи присмотреться, то он местами какой-то полупрозрачный. Хотя, в общем-то, вот так если смотреть, то вроде как окей, правда? Субтитры сделал DimaTorzok ну а теперь сначала пальцем, а возможно только им нанесу вот этот зеленый. Почему пальцем? Потому что он дуахром, и дуахромность лучше всего передается при нанесении пальцем, а не кистью. Плюс это сатинчик, и он в любом случае кистью будет выглядеть бледней. Посмотрим. Ой, ну красивый. Красивый. Понятное дело, что все возможные бренды уже дорогие, дешевые. На протяжении лет семьи, наверное, выпускают подобные дуахромы, либо зеленые на коричневой подложке. Ну вот, с разной интенсивностью зеленые, что-то холоднее, что-то теплее где-то он. Но смысл один, что-то на черной подложке, что-то на коричневой, какой-то зеленый, на фиолетовый, в общем, на выпуска, и даже на теплый коричневый, такие красноватые, зеленые, из чего подобные тени некоторые смотрятся каким-то красно-зелеными навеки, из-за этих, ну, из-за рыжей такой подложки или красной подложки. Но переносится, на самом деле, он навека лучше, чем из прошлого мейка, тот коричневый универсальный, прям гораздо лучше, и даже, знаете, неожиданно, но немного металлический, блестит, не прям вау, какой-то металлик, но есть металлический отблеск. Я думала, все будет хуже, потому что, когда я делала свотчи, ну, как-то все было посредственно, потому что я подобных зеленых дуахромов на черной, коричнево, фиолетово-рыжей, красной подложках уже столько встречала, у меня в коллекции столько, что обалдеть. Ну, лучше всех, больше всех, мне нравятся такие дуахромы у Джеффри Стар, и я, когда делала сравнение, как-то впечатление, что этот оттенок уступал Джеффри, но на веки очень достойно смотрится. Еще меня удивляет то, что, несмотря на огромное количество подобных оттенков, мне этот очень нравится именно своей вот этой зеленцой, потому что она классная, она в изумруд уходит, в ней нет теплинки, которую я в некоторых подобных оттенках встречала. Конечно, каждый из них красив, каждый по-своему, но вот этот мне прям вот один из фаворитов теперь. Ну, хоть что-то я нашла для себя интересное в этой палетке. Обнаружила вот тут какие-то дырки, но сейчас я прокрашу слизистые межреснички и исправлю это. Я прокрасила слизистые межреснички, оттушевала немного на нижнем веке черный вниз и подтушевала его снизу, чтобы ваше время не тратить, вот этим границу подтушевала, вот, чтобы получилось так плавненько, поплавнее. И во внутренний уголок наношу вот этот желтоватый шиммер. Продлеваю этот желтоватый на нижнее веко, чтобы макияж был посвежее. Оттенок классный, наслаивается хорошо. Возможно, конечно, он подэсчезнет, как в предыдущем мейке, но пока все красиво и отлично сочетается с этим зеленым. В общем, этот мейк мне нравится больше. И все тени из него нравятся больше по качеству и по эффекту, чем в предыдущем макияже, хотя я думала, что будет наоборот. И вот он окончательный макияж. Мне он очень нравится, повторюсь, даже больше, чем предыдущие. Все тени, которые использованы в этом мейке, мне понравились и по качеству, по оттенкам, как все смотрится, и по беспроблемности. И, несмотря на мой скептический изначально настрой, я все-таки скажу, что палетка не совсем простая, есть мне что-то интересное, и не в каждой дешевой палетке, в какой-то бюджетной палетке найдешь вот прям такие же оттенки. Как минимум, вот я от себя скажу, что половина палетки мне точно понравилась по качеству, по оттенкам, по сочетаниям, по всем параметрам. Те, которые сложновато наносятся, тушуются, как, например, коричневый, не так уж сверкают, как хотелось бы, какие-то совсем элементарные бледные сатины, ну, такое, знаете, я вот, естественно, не влюблюсь, и вряд ли у меня к ним будет тянуться рука, потому что есть что-то подобное поинтереснее, неважно, в дорогих или дешевых брендах, но оно у меня есть. Но половина палетки, а именно вот то, что я вам сегодня показала, ну, в этом макияже показала, мне очень нравится. Но зеленый не выглядит каким-то дуахромным, если вдруг вы надеялись, что там какой-то супер дуахром, нет, он просто смотрит с таким изумрудным зеленым, как и, в общем-то, многие подобные оттенки, которые идут зеленые на черные подложки, зеленые на коричневые, зеленые на фиолетовые и так далее. Очень часто подобных оттенков виден вот этот зеленый, и какой-то там супер дуахромности на глазах незаметно. Я доделала макияж практически весь, остался только хайлайтер, и поскольку коллекция называется Химера и палетка тоже, и ее позиционируют как гибрид, но как бы кроме хайлайтера мне ничего не захотелось попробовать использовать на лице, потому что я понимаю, что мне это будет серым, это будет, ну, тоже не подойдет у меня теплое лицо, оно темнее. Поэтому сейчас в качестве хайлайтера нанесу вот эти вот тени, изучим с вами эту гибридность. Ой, вы посмотрите, какой эффект. Можно, конечно, и посильнее его сделать, еще сильнее, можно и поменьше, но я что-то прям размахнулась, знаете. Холодный получается хайлайтер, вот под определенным углом на мне, это смотрится странно, потому что у меня, повторюсь, теплая внешность, смотрится как будто какой-то синяк, но я еще так многого нанесла, если же у вас кожа прохладней и светлее, то будет прям идеально смотреться. Очень эффектно. Подведу итоги. Палетка с красивым оформлением, мне прям нравится расцветка, вообще прикольно, но внутри все очень обычно, очень нюдово, и по идее ничего интересного. Если у вас есть подобное, мне кажется, что она не заслуживает вашего внимания, если же у вас нет ничего подобного, то это хорошая базовая нюдовая палетка теней с даже вот таким вот зеленым симпатичным, которым можно разбавить мейк. Нужно учитывать только то, что палетка по сути холодная, то, что в ней некоторые затемняющие, такие вот пятнистые, сложные в использовании, и что не следует от нее ждать каких-то вау-эффектов в плане финиши, металичности какой-то, да, вот у этих вот сияшек. Стоит ли она своих денег, мне кажется, смотря за сколько ее покупать. Ну, по идее, она не ужасна, и вот, ну, пара там оттенков есть с какими-то особенностями, где нужно потратить время на макияж, но если купить ее за 700-800 рублей, как она обошлась мне, мне кажется, что она стоит своих денег. У меня из Influence есть еще вот такая вот яркая, все подрядская разноцветная палетка, в которой, знаете ли, что не оттенок, то он требует каких-то особенностей нанесения, и то я считаю, что она стоит своих денег, потому что, ну, такие яркие, они всегда требуют особенностей, например, наносить на что-то белое, но все равно, даже если ты супер правильно там на белую подложку их нанесешь, могут быть какие-то там пятна и так далее, в этом плане Химер выигрывает, то есть, ну, она явно стоит своих 800 рублей. Стоит ли она 1200-1300? Мне кажется, она не настолько интересна. с качеством, ну, хорошая, где-то нормальная, но поскольку она такая обычная, обычная, мне кажется, что подобного уже полно во всех брендах было, ну, а там определяйтесь сами. Кто-то мне писал в Телеграм, что она какая-то меловая, вот кто-то купил, попробовал, я так поняла, и что она меловая, я не знаю, честно говоря, что имелось в виду, меловое что, меловые, матовые, или вся она меловая, то есть сатины тоже меловые, что под этим словом подразумевалось. То, что я подразумеваю под словом меловое, это когда, ну, такие, знаете, все оттенки белесые какие-то, иногда они там не хотят прилипать никаким образом, здесь такого я не заметила. Матовые для меня лично здесь не меловые, нормальные матовые. Да, вот этот какой-то полупрозрачный местами может лежать, но получше, чем у некоторых других брендов, это там пятнить, но это для меня это не меловые тени. Светлые оттенки, если имелось в виду меловые, ну, я даже не знаю, что это значит. Мне понравились, в общем-то, вот три вот этих светлых, мне не понравилось, ну, не понравилось, потому что он совсем какой-то бледный по финишу, вот этот розоватый, и все. Без этого тоже смогла бы обойтись. То есть, мне из шиммеров здесь понравились раз, два, три, четыре, все. Ну, в общем-то, не знаю, у меня не меловая палетка, или я не поняла, о чем была речь. Я очень надеюсь, что это видео оказалось для вас интересным и полезным, поможет определиться с покупкой или справиться с палеткой, если чего-то не получалось. С нетерпением жду ваших комментариев. Желаю вам солнышка, отличного настроения, классной, качественной косметики, которая будет оправдывать ваши ожидания. И скоро с вами увидимся на YouTube. Будут анонсы, в общем, ближайших видео. Я в процессе уже не первый день съемки видео про кисти, о чем я, кажется, уже говорила в этом видео, про большой набор кистей Бейли. Не знаю, там больше минусов или плюсов, я ждала больше плюсов, потому что у меня есть уже какие-то кисти Бейли, я им пользуюсь несколько лет, но что там на самом деле, скоро я вам покажу. Ну и скоро будет видео про фавориты или фаворит разочарования 2022, и потом обязательно будет купить или забить. Я вижу, что вы хотите это видео. Я тоже его хочу, просто оно занимает очень много времени и на подготовку, и на съемку, и тем более на монтаж. У нас же с вами нет времени ждать еще две недели, когда я его сделаю, и хочется увидеть уже хоть какие-то видео, поэтому я решила начать, так сказать, войти в рабочий режим с других видео. Но вскоре все будет. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok